Доброе утро. Доброе. Здравствуйте. Слава. Так, минутку, подождите. Не раньше, не позже. Кто? Заходите, только молча, посидите тут, Валеренька, подождите меня. Не, братка. Так, раздавайте. Там, только не кричите, закройте дверь, посидите, отдохните. Братка, тебя хлеб. Покоя нету, с той, с другой стороны идут. Только что вышли, ремонтировали силикома тут, все снимал. Времени хватает. Так. Ну, я коротенько. Ну, ничего, ничего. Давайте, раз уж попали. У нас все записывается, выставляется в интернет. Вы не против? Нет. Нет, не нет. А скажите, я не против. Я не против. Ну, вот так. Давай. Слушаю. Значит, по поводу крещения я опять вот думал-думал тоже. Ну, как так вот? Миллионы крещенных неполным погружением, там, троекратно обливанием или там, краплением, как там, крестили раньше. Советское время. Я сам не знаю, как я был крещеный. Вот. И много таких людей, которые, ну, были так крещены. Что ж тогда, получается, надежды на спасение у них нет? То, что они в храм ходят, причащаются, в таинствах участвуют. Это все зря. И пища для дьявола. Они после смерти будут в ихней душе. Видите, вот такой вопрос вы задаете. Значит, вы об этом думаете. А я об этом не думаю. Мне не надо думать об этом. Это находится в ведении Господа Бога. Указы нам даны четкие и ясные. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. Кто не будет веровать, осужден будет. Вот. 16 глава. Евангелие от Марка. А Господь говорит, я не сужу. Слово, которое я говорю, оно будет судить в последний день. Евангелие от Яна 12.48. Мне этого достаточно. Мне надо делать то, что Господь повелел. А думать, которое не делает, а где они будут? Вот Писание в Ветхом Завете было. Каждая душа, да будет обрезана. Восьмой день. Обрезана. Та душа, которая не будет обрезана, истребится. И что, все погибали? Все погибали. Все, ни один не остался живой. Тут не надо думать, а как теперь люди, а сектанты тогда как? А как же веруют тогда мусульмане куда? А буддисты? Да зачем тебе эти слова? Зачем? Заниматься нещим? Ты иди и благовествуй. Вот эти у вас слова праздности, то, что вы свободны. А у меня времени нет об этом думать. Для меня закон данный, больше не надо. Так что все люди, которые шли на красный свет, ехали, что они? Все погибнут? Не все. Господь кое-кого спас. Остальные рухнули. Нарушение чего-то в самолете. Рухнул весь самолет. 300 человек сразу погибло. В тумане стали подниматься, едва столкнулись. 750 человек сразу погибло. Самая крупная катастрофа. Одновременно. Никто ничего не знал. Сидели, пристегивались. И в это время удар самолет об самолет. Один поднимается, а другой садится. Ну, вы знаете, как над Германией, там над озером, с пассажирским, с грузовым. А там у чеченца его фамилия какая тут есть. Жена летела с детьми там отдыхать. Прямо над озером. И он отсюда поехал туда, проник, нашел диспетчер и зарезал. Маленько побыл, вернулся. И вот замминистром поставил Рамзан Ахматович Кадыров. Ну, не на каждого же найдется такой человек, который будет расправляться. Ты никогда, дорогой мой, никогда об этом не думай. Нам не надо думать. А что они? А что теперь все погибнут? Но не спрашивал. Бог сказал. Господи, так на земле уже 300 тысяч человек. Так ты слушаешь или нет? Строй. Да, да. Люди нанимались. И что, 8 человек спаслось? От зверей, дети малые. Все до одного погибли. Они, может быть, стучали. Мы поняли. Все бесполезно. А что все погибнут? Что за вопрос? Содом и Гомора два города. Вокруг и пять городов. Господь предупреждал. Не меняйте пол. Как сейчас там геи, парады, там нетрадиционная ориентация, секс, меньшинство. Содомиты. И Бог проклял их, пролился огонь, и все до единого погибли. И вышли только лот с женой, двое, две дочери. Так еще жена дорогая, соль превратится в соляной столб. Да еще дочери от отца родят. Да как, где мир? Тебе зачем вопросы задавать, когда Бог уже навел? Кто участвовал в революции? Сталин пришел. Всех до одного революционера порезал. Никого нету. Да как же, он же коммунист. Тебе зачем спрашивать? Вчера только строили, была одна власть. Вдруг Адольф Алоизович приходит, Шекельгрубер, под названием Гитлер. И все пошли под нож. Все. Сколько было лагерей консорционных. Куда? Печи, огромная печь. А какой? Цитрон, газ. Посыпали порошком в трубу, все умерли. Не стрелять, ничего не надо. Бог в свое время делает и показывает. Дорогой, брось эту дурь. А что они? А как они? Тебе не надо это думать даже. Господь сказал, я выполняю. За других ты не отвечаешь. Слово Божие говорит, а оно отвечает за них. А как Бог рассудит? Мы не знаем. Согласно его закону, эти люди не крещеные. А не крещеные извергается священник Исана. 50 апостольское правило. Его никто не отменял. Его издают, издала патриархия сейчас. У него в руках, в кармане там все. У священника, когда крестит, требник. А он его истрепал, и не слушается. Еще теперь ничего. Ты видишь? И так не гордись, но бойся. Если их Бог не пощадил, пощадит ли тебя? Господь говорит. На небе ангелы, херувимы. Вы видели такой ролик? Я рассылал, называется «Итерю у дьявола». Ну, это про кино вы говорили. Да? Не кино. Журналист берет интервью у дьявола. В лесу сидят, напротив его сатана сидят. Я слышал, вы говорили, да. Вы зарядите. Даже не верится, что это артист. Как он говорит, как смотрит, как сплевывает. Это дьявол. Вот надо так сделать-то. И что? Мы там подняли восстание, но все пошло не так. Я все лгал. И мы потерпели поражение. Я теперь на земле. Он правду говорит сброшенный. А самый большой у вас страх какой? Придет тот, кто меня сбросил. И он убьет меня в озеро огненное. Он все знает. И пала третья часть. И спрашивает, а много ли у вас журналист? Он говорит, тысячи, тысячи. То есть миллионы. Только в одном бесноватом две тысячи сидело. Сколько же их? Он засмеялся. Говорит, вы даже не знаете, сколько. Ну, а вы вот одерживаете победу. Какая самая большая победа у вас? Я доказал. То есть, когда люди поверили, что меня нет. Это самая большая победа его. Его нет. А здесь какая мысль? А кто, как? Зачем вы такой мусор в голову допускаете? Брось. Покайся и больше никогда не прикасайся. Ты отвечаешь за себя, а не за всех. А для всех ты теперь скажи, креститься надо вот так. Бог угрожает казни. Все. Не просто сидит, а неужели все погибнут? А раз не все погибнут, тебе мысль-то не все, Бог жестокий иначе. А как в новом потопе? Имя Богу, любовь. Пощадил ли ты, а вышли 3-5 миллионов миллионов из Египта? Что вышел? Сколько зашло? Два человека только. Два. А остальные до 20-летнего возраста, которые подросли за 40 лет, те вошли. И что все до одного погибли? Писание говорит, только два человека вошли. Ни Моисей не вошел, нарушил, ни брат его, Аарон, никто не вошел. Господь говорит и так, взойди на вершину фазги и умри. Ты не явил славы моей тогда-то. Господи, да я осознал. Да, осознал. Да, осознал. Ну, а теперь иди умри. Теперь иди умри. А вот теперь смотрите, как Аарон, там, ну, священник, первосвященник, по-нашему, патриарх, папа, и Господь ему сказал, иди умри. И все. Да как это, Господь, это... Зачем тебе такие слова? Отделились люди, сектанты были. Чисто 16 глава, Дафанов, Иерона и Корей. Моисей сказал, завтра придите, народ, и вы увидите, кто кого Бог избрал. Если умрут обыкновенной смерти, значит, ни при чем. А если не так, вдруг земля разломилась, и с женами, с шатрами, с дитями, со скотиной, все ушли в преисподнюю, живьем. Так там же были дети малые. Зачем тебе спрашивать? Ты должен видеть и молчать. Молчать. Первая Коринфян, 10 глава, 6-11 стих. Говорит, а это были образы для нас, чтобы мы не были походливы, как они походливы. Чтобы мы не были подобны им, достигшие мы последних времен. Господь говорит, это не просто образы были, а образы, научающие нас. Если их Бог не пощадил, пощадить ли нас, пророк говорит, а чего ради нас будет щадить-то? Вот поэтому там митрополит Иона Московский, бывший киевский, говорит, святые не показали пощады, и от нас ее не будет. А сегодня экономия. Экономия. Есть такие предложения. Одно слово есть такое. Всех люблю, никого не осуждаю. Без пробела. Всех люблю, никого не осуждаю. Это одно слово. Запищеленные попы. Он всех любит, всех в ад гонит. Иоанн Затаус говорит, если недостойно, прищищает. Идет в ад сам и того, кого прищищает. А их сегодня кто не прищищался? Кто не прищищался? Отлучение было до 30 лет. За неправедную жизнь. За то, что с врагами сообщался. За то, что Кашпировским или Чумаком стал. 18 лет за дверью будешь стоять. Все твое. И как правило выполнялось строжайше. Никто не смел. Царь виноват. И его не запустил в Авила. И пострадал. Иоанн Затаус не запустил царицу и в докции в храм. И пошел в ссылку, и не нашел, умер. Они жизнью жертвовали, чтобы установить закон. Не положено тебе заходить. Руки твои запачканы кровью. Господь говорит. Люблю тебя. Ты по сердцу моему давит. Но храмы не построишь. Много пролил крови. Научись мыслить категориями священного писания. И тебе мысли эти дурацкие просто. Они в голову не будут приходить. А как они так? Да что, все коммунисты погибли? Да были же хорошие. Зачем тебе эти слова говорить? Они ответят за себя. Я за себя. Никто ни за кого не даст отчет. Это написано 1 Коринфянам, 4 глава, 5 стих. Всем нам надлежит предсудилище Христова, чтобы каждому получить соответствие тому, что он делал, живя в теле, доброе или худое. Это 2 Коринфянам, 5, 10. Итак, не судите никак прежде времени, доколе не придет Господь, не осветит сокрытые вам раки. И тогда похвала будет каждому. Как по делам. Соответственно делам. Ихло будет судить. На престоле судия. Единый и вечный Господь. Второе лицо Троицы. И многие, кого сегодня канонизировано, молились, они окажутся в другом месте. А кого анафеми предавали, будут сиять, как алмазы. Поэтому не судите никак. Лаванг погнался за своим зятем Яковом, а ему ночью Господь явился и сказал, не говори ни худого, ни плохого, чтобы я не убил тебя. И он пришел, здравствуйте, и замолк. Одно слово не так. Я бы сказал, я бы тебе показал. Вот сейчас пишут, монахи разодрались. Одному 61 год, другому 63. И не где-то, а в Сергиевской лавре. Вот прошедшее воскресенье, кажется, было. В милицию позвонили. Не поделили деньги за записки. И один другого ножом поранул. И оба на седьмой десятках пошли. И во всем мире из детства. Патриарх узнал, сразу лишился она. А что он сделает патриарх-то? Что Путин виноват, патриарх. За собой надо смотреть. Я знаю закон, я обязан его. А теперь, если не крещен, а если мочен. Шестой Вселенский собор. В 84-м правилом припечатал этих попов лживых. Чтобы каждый был крещен, как совершенно не крещеный. Сегодня, в настоящий момент, когда говорим, на Афоне ни одного моченого не признают. Что, они с ума сошли? Они ни слова не говорят. Сразу же приготовляют, в этот же день крестят в море. А Афон-то известное селение-то. И воины ясеневские, канонизированные, архиепископы, никого. А какое? Где оно? Крещение означает погружение. Другого перевода нет. В английском «баптизен» стоит. В немецком «тауфан», «тауфан» – погружать, потоплять. Во всех языках стоит. Погружать. Какое погружать, когда он? Он стоит на капельном полу. Мы должны сказать по закону, поэтому Господь будет судить нас. И он дал нам направление. Себя спасай. За другого ты не отвечаешь. Никак. Я ему сказал, он не принял. Я не молчал. Я струбил. Я кричал. Я писал. Везде, везде, везде. Салю кое-где строить купели. Говорили, да кто вас будет слушать? Мне не надо думать, будут или не будут. А ты иди и говори. Они будут против тебя. Ты иди и говори. Они будут, как бурный ветер, и я тебя скалой сделаю. Вот это понятно. То есть они не успеют ничего сделать. Мне Бог повелел. Я во имя Христа делаю. А они во имя кого делают? Пусть они скажут. Кого они крестят? Во имя кого? Кто наверху лежит? Мы умерли. В смерть крестились. Мы погрузились и вынырнули, как Кирилл Ирсалимский говорит. Так что вопрос первый. Он замучил вас. И вы будете к нему возвращаться. Поэтому нужно принести покаяние. И вырви эту занозу. И дурью не маясь. А неужели такой добрый? А их сколько там будет? Вы посмотрите на иконах старых. Сатана цепью тащит толпы людей. И на первом месте епископы в шапках своих. Первое. Самое первое. Иоанн Датаус говорит, большая часть священства погибает. Большая. Вот их 10 сидят. Минимум, самое 6. А может быть, 9 будут. Серафим Саровский три дня, день и ночь молился. И Бог ответил, не пощежу и не помилую. Потому что вымыслями человеческими заменили истину Божью. Третий том настольной книги священнослужителей. 601 страница. Московская патриархия выпустила при патриархии Пимени. Это самый капитальный труд. Я называю книгу, называю том, называю страницу. Это что, непонятно? Если Серафима признаешь, то поверь. Бог с ним разговаривал, с ним не ворона каркала. И он молился не о царе, а только о священниках-архиереях. И Бог сказал, не пощежу. 16.5 считаем мы, когда Еремия. Господь говорит, я устал миловать. Бог устал. Да он же не устает. Я устал миловать. Чтобы мы поняли, Богу надоела эта игра. Вопрос окончен. К нему больше никогда не возвращайся. Не пустословь. Что дальше? Не слышу ни одного слова. Нету. Звук исчез. Посмотри там что. Звука нету. Нету звука. Я не знаю, почему звука нету. Слышите меня сейчас. Нету звука. Сейчас. Ну где звук? А вот. Вот сейчас есть. Говорите. В общем, я так понял, что царство нудится. Надо самому спасаться. Конечно. Задумываться над тем, кто как крещён. Тебе надо сказать только. Сказать и отойти. Если ты молчал, кровь твоя на тебе будет. Но если ты говорил, не принял, кровь на его голове. А ты спас твою душу. Из Екиля 3 глава 18 стих. Ясно. Я вас понял. По этому вопросу больше не буду. Вы не меня поняли. Вы поняли пророка. А пророки писали движимый Духом Святым. Вы расслышали голос Духа Святого. Вы не ко мне пришли. Запомните. Не ко мне. Вы хотите узнать волю Божию. Я ему её возвестил. Давайте. Почему сейчас мало проповедей среди инославных, как их сейчас называют, среди людей другой веры. Проще сказать, что Бог у всех один. А вот проповедуют мало. Хотя вот я смотрю, как это Сергей делал, парализованный. Как вы делаете. В принципе, ничего сложного. Человеку только объяснить, что надо. Глаза открыть. И можно, не знаю, столько христиан накрестить. Огромное количество. А кто выступает по телевизору, священнослужитель мусульманский. Говорит, скоро мусульман будет больше в России, чем христиан. А один из священников, не знаю, насколько это правда, подтверждает. Говорит, ну да. Вот так будет. Действительно. Так и будет. То есть, слава Божьей, почему так? Почему? Не работают? А они Бога не знают. И нам смотреть на это не надо. Мы должны идти и благовествовать. Подальше держаться от тех священников, которые говорят, что Бог один, Бог у всех един и тому подобным. Не один. Разный. Он разный. По описанию, по свойствам разный. Наш Бог три едины. А они этого даже не знают. Это первое. Они не знают, что наш Бог, который сотворил мир, предсказал пришествие Сына Своего сюда. Они ничего этого не знают. Два миллиарда находятся в состоянии незнания. Что он не умирал, Христос и не воскрес. А если Христос не воскрес, Павел говорит, а мы во грехах еще. Как можно воевать против того, кто спасение дал? А увидели, идет. Это Сын. Убьем Его и золотеем виноградником. И убили Его. Вывели за стан. Мы должны евреям говорить. Всем нациям, где можем. Я никогда не смотрел. Священники не говорят. Не говорят. Ну и пусть не говорят. Это их дело. Он знает, что надо говорить. Они только о деньгах. На ножах живут. Патриарх Алексей Второй говорил, каких бандитов на принимали в церковь. Если он их считает бандитами, а я кем буду считать их святыми? Таинство через их руки, рукоположение через священство совершаются? Верим бы это. Да, коли его не убрали. А ты, если знаешь за ним беду такую, не подходи. Найди достойного пастыря. То есть не списывать пастыря надо? Да. Ну, один раз ты узнал, тоже не думал, а как там, что принято так считать. Так и в житиях написано, даже не достойной, а таинство совершает Господь или ангел. Так что мне спорить с этим не надо. Если я точно знаю, что он, допустим, гомосексуалист, я не подойду к нему. Подойду, распрошу, узнаю, обречу и уйду. Ну, у меня такие не встречались. Мне даже трудно поверить, что такой грех существует. Я знаю, существует, но в меня он не вмещается. Как это можно? Это даже не нахожу слов каких. Их сразу предавали смерти. Мусульмане их сразу убивают. На этаж там связали с 20 этажа вниз головой. У нас в епархии, я считаю, священники хорошие. Я вот, например, на своем приходе тоже ничего не слышал подобного. Хотя у нас правящий артиерей Барнаульский с Барнаула приехал. Максим, Максим. Да, да, да. Максим. Наш правящий артиерей. Да, Дмитриев фамилия его. Знаю я, он приезжал к нам в Потеряевку в конце. Все время против нас травил людей. А его патриарх где-то перехватил и спросил, как отношения. А наш епископ сказал, было бы отношения другое, по-другому были бы общины. Он сразу нам говорит, я на вертолете готов к вам прилететь. А батюшка говорит, у нас садиться некуда. Зимой бы на вертолете прилетел. И что интересно, ехал мимо Потеряевки по трассе. Ну, напрямую там километров, может быть, 15. И опять авария в машине, и сломал палец, что ли. Как будто ему Господь напомнил, что здесь люди есть, которые тебя ждут. И в конце уже, перед тем, как отсюда его убрать, он побывал у нас в Потеряевке. У него всяких дел накопилось. Тут всех против себя восстановил. И власть, и губернатор прямо сказал убрать его отсюда. Может, даже к Путину обратился. Его сразу. Он тут строился, что-то делал. А вот этого дали сейчас. Как будто бы они рядом не стояли. Митрополит. Он митрополитом мог бы стать. Этот епископ приехал, был и тот епископ. Даже не архиепископ. Этого поставили митрополитом. А того их знали. Так что сравнивать там липецкая какая-то епархия и наша алтайская. Это золотое дно. Эльдорадо. По всему даже близко не подходит. Мы были в Вильце, приехали с ним повидаться. Нам говорят, был здесь. То ли дома спрятался, или где Максим. Мы везде ходили. И где живет там. И пришли там, где он служит. Нигде его нету. Никак. То ли от стыда спрятался, то ли еще. А я о нем молюсь. Каждый день поминаю его. Каждый день. Мы договорились молиться друг о друге. А я не знаю, молится он или нет обо мне. А вы могли бы к нему подойти? Ну, если, в принципе, мог бы. Только не знаю, когда. Срочно или вообще. Нет, срочного нет. Ну, вы подойдите и скажите, владыка. Я разговаривал с Лапкиным Игнатием Тихоновичем, с Алтая. И он сказал, что о вас молится каждый день. Дня не пропустил. Вы с ним договорились, он говорит. Так вы не забыли о нем молиться? Я постараюсь, Игнатий Тихонович, просьбу вашу выполнить. Да. Да, просто напомнись. Ладно. Мы о нем молимся каждый день. Даже в нашем чате. И люди тут из Германии, отовсюду есть. И все молятся о нем. Я вас понял. Игнатий Тихонович, ну, вопросы у меня кончились. Слава Христу. Значит, очисти мозги свои и больше к этому не возвращайся. Не надо. Это сатана тебе пудрит мозги. Скажи, Бог сказал, я за это бьюсь, за слово его. Он ответил. А я сказал, аминь. Гора Горизима, гора Гевал. А мы посередине. Одно проклятие, другое благословение. Спасибо, Христос. Аллилуйя. Ну, во славу Божию. Да, смотри, увидишь свои здесь разговоры, все.